Итак, мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы говорили о разных типах основателей церквей. Во-первых, об основателе-пастыре. С этим типом знакомы, пожалуй, большинство из вас. Речь о человеке, который, получив богословское образование, отправляется основывать церковь и становится ее пастором. Он учит, проповедует, оказывает душепопечительскую помощь словом, выполняет большую часть работы. А дальше два варианта. Либо он продолжает служить в этой церкви, либо, когда община уже способна финансово поддерживать пастора, передает бразды правления ему. Мы отметили, что такой подход наиболее уместен в тех случаях, когда наблюдается активный численный рост общины, относительно материальное благополучие ее членов, а также имеется выбор дипломированных пасторов. И все же этот способ не самый прямой путь к быстрому воспроизводству церквей, ибо он требует и затрат, и подготовленных опытных служителей. Далее мы рассмотрели тип основателя катализатора. Этот человек организует общину, она растет и развивается, и в конце концов становится материнской церковью для целого ряда новых церквей. Ее служители отправляются их организовывать. Вот таким образом происходит воспроизводство, умножение общин. Сам же основатель катализатора остается в материнской церкви и продолжает, благодаря своим уникальным дарам и особому видению, мотивировать паству формировать группы миссионеров для организации новых церквей в новых регионах. Такой подход эффективен при наличии исключительно одаренного основателя, способного создать и взрастить церковь с живым откликом на предлагаемые инициативы, способного неустанно побуждать паству к организации новых общин. Таких людей немного, а сам подход наиболее эффективен в условиях крупных городов, где есть возможность сформировать большую общину, которая впоследствии даст начало дочерним церквям в других районах города или того населенного пункта, где находится церковь. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим еще один тип основателя – основатель-апостол. Подозреваю, что большинству из нас он не встречался. В библейских колледжах и семинариях этот подход чаще всего не преподается. Поэтому я позволю себе остановиться на нем немного подробнее. Ведь, несмотря на то, что уместен он далеко не в любых условиях, этот способ организации церкви ведет, как мне кажется, к максимальному их воспроизводству, обеспечивает наилучшую подготовку лидеров к этому служению. Причем использовать его можно как в городах, так и в селах. Итак, кто же такой основатель-апостол? Говоря об апостоле, мы имеем в виду апостола Павла. Стратегия его служения выглядела примерно так. Он приходил в тот или иной город, проповедовал, формировал первоначальное ядро будущей общины, наставлял его. Но довольно скоро, часто в течение года, назначив пресвитеров и служителей, из числа новообращенных христиан, которые поведут общину дальше, апостол Павел отправлялся со своими сработниками в новый регион. И несмотря на постоянное общение, личное, эпистолярное, или с помощью своих сотрудников, пастором этой церкви основатель не становится. Ведь все его усилия как раз таки направлены на то, чтобы воспитать лидеров из числа местных христиан, чтобы потом двинуться дальше. Таким образом, основная черта этого подхода состоит в том, что основатель не становится пастором новой общины, а готовит к этому служению местных христиан. Плюс такого подхода состоит в выраженной ориентации на умножение церквей. А новые проекты требуют подготовленных служителей. Вот почему здесь не может быть зависимости от лидерских способностей одного высококвалифицированного и необыкновенно одаренного пастора-основателя. По мере роста и развития общины формируются как служители, те, кто ее составляет. И далее местная ответственность. Что это значит? Поскольку основатель церкви — это все-таки своего рода кочевник, который не примыкает к какой-то одной общине на 10-20 лет, местные верующие осознают, что это их проект, в который нужно вкладывать свои дары и способности. Видите ли, когда церковь организует «Миссионер-иностранец» и она начинает расти, паства нередко обращается к нему с просьбой прислать нового миссионера для организации, скажем, молодежного служения. Тот, в свою очередь, пишет домой и находит какого-нибудь американца, готового приехать и помочь с молодежным служением. А потом возникает идея организовать, например, женское служение, и все происходит по тому же сценарию. В итоге у паства складывается впечатление, что развитие того или иного служения — удел специалистов, которым за это платят, причем какая-то миссия или организация, что самостоятельно с такими проектами мы не справимся, поэтому нуждаемся в помощи извне. Поэтому, когда миссионер говорит, что ему пора уезжать, что возникает? А возникает паника, кто будет заниматься тем, кто будет заниматься этим, ведь всем этим занимался он. Что же касается апостольского подхода, то здесь инициатива по организации любого служения, например, детского, встречает вопрос основателя. Хорошо. Вы считаете, что это нужно? Кто из вас готов этому научиться и возглавить служение? Желаете провести евангелизацию среди молодежи? Отлично. У кого есть идеи? Кто обладает соответствующими дарами и талантами? Думаю, у Петра. На что Петр незамедлительно реагирует? Кто я? Да вы что? Я же этим никогда не занимался. Правильно? Ну и что, что не занимался? Я тоже. Давай учиться вместе. Так вы помогаете Петру, который со временем становится руководителем этого нового проекта. И продолжает возглавлять его даже после того, как уезжает мессианер-основатель. Никаких пустот не остается. Пастерская модель проигрывает тем, что с отъездом пастора образуется вакуум. Ведь он не обучил, не подготовил себе замену, не воспитал для общин лидеров. Среди недостатков апостольского подхода — отсутствие в самом начале ощутимой динамики. Действительно, специалист гораздо легче и быстрее может организовать, скажем, молодежное служение или женскую группу, и оно имеет шанс развиваться активнее. Сюда можно привлечь ряд церковных служителей и при необходимости, а также при наличии материальных возможностей пригласить профессионалов. Но все же идти семимильными шагами в начале все равно не удастся. Второй важный фактор — это уровень энтузиазма и степень одаренности тех, кто желает заниматься тем или иным служением. Осваивать новое дело не всегда просто, поэтому и прогресс может быть малозаметным. Помню, одна из вновь созданных нами общин в Германии практически целиком состояла из новообращенных. Причем это были люди, которые пришли в христианство после серьезных жизненных испытаний. Так вот, на то, чтобы сформировать из этих людей лидеров, потребовалось немало времени. Процесс был долгим и трудным. Поэтому я не берусь утверждать, что это лучший подход, который сработает на 100%. Тем не менее, я убежден, что во многих, если не в большинстве случаев, он в долгосрочной перспективе приведет к формированию крепкой, потенциально способной к воспроизводству церкви. Почему? Потому что наряду с общиной вы формируете и служителей. Поэтому ее воспроизводство, ее дальнейшее развитие не всегда будет зависеть от дипломированных миссионеров-основателей. А теперь позвольте несколько конкретных примеров применения описанного подхода. Большинство из них – это примеры организации общин в Африке, Азии, Латинской Америке. Хотя мне представляется, что много из этого на уровне базовых принципов можно адаптировать к западному культурному контексту – американскому и европейскому. Глен Кендалл трудился в Руанде в пору активного евангелизационного движения. Несколько лет назад он написал статью, которая называлась «Основание церквей не для миссионеров». Как видите, своего рода вызов звучит уже в заголовке. Я позволю себе несколько цитат, которые описывают, как мне кажется, довольно распространенные случаи. Статья была опубликована в ежеквартальном издании Evangelical Missions, и выдержки из нее я привожу в своей книге. Итак, вот что он пишет. «Боб вознамерился основать церковь и сделал это, хотя дело шло и со скрипом, так как ни у кого из его сотрудников не было ни подготовки, ни опыта, и учил и проповедовал Боб сам, а паство это ценило и одобряло. Они не были готовы принять от него эстафету, а он не был готов ее передать. Этой церкви он посвятил 15 лет, и делегировать полномочия поспешно, рискуя повредить делу, Боб не хотел». Вот он, знакомый страх. «Они еще не созрели. Не стань меня, и все разрушится, да?» Джефф же, с другой стороны, всячески содействовал основанию новых церквей, мотивировал людей и готовил их к этому служению. Каждое воскресенье он непременно обращался к пастве и старался с самого начала формировать лидеров из новообращенных христиан. Без их непосредственного участия не проходило ни одно богослужение. В итоге община Джеффа росла и развивалась, а Бобу едва удавалось поддерживать хоть какую-то динамику. Ему казалось, что поручить служение другим членам церкви можно будет не раньше, чем через 10 лет. Разницу видите? Джефф говорит, надо взращивать местных лидеров. Новые служения будем организовывать только тогда, когда кто-то из членов общины сможет хоть в какой-то мере за них отвечать. Позвольте еще один пример. В 90-х годах я довольно активно путешествовал по Восточной Европе в качестве консультанта по основанию церквей и целых движений. Тогда все только начиналось. Так вот, однажды мне довелось побывать в одной новой церкви, которую на тот момент возглавлял приезжий миссионер, обладающий недостаточно глубокими богословскими знаниями. Богослужения в этой церкви проходили раз в две недели, а сама община состояла человека с 30. Итак, приехав, я попал на собрание, где обсуждался вопрос о возможности проведения еженедельных богослужений. Языковой уровень пастора позволял ему проповедовать лишь раз в две недели. Чаще было бы гораздо сложнее. Поэтому и возник вопрос, а не пригласить ли нам еще одного миссионера и тогда собираться каждое воскресенье. Мысль о том, чтобы выбрать еще одного проповедника, лидера из своих же рядов, пугала члена общины настолько, что она даже не высказывалась и тем более не обсуждалась. И все же я предложил рассмотреть такой вариант. Что если приезжий миссионер продолжит проповедовать через неделю, а в другое время проповедовать будет один из вас, пока в качестве стажера, пока при активном содействии пастора. Найдется ли у вас два человека, готовых попробовать себя в этом служении и стать за кафедру всего раз в месяц? Понятно, что у каждого из вас есть работа, и вы довольно загружены, и все же не хотели бы вы попробовать выступить с проповедью раз в неделю? Ну хорошо, я попробую. А вы что скажете? Ну, если мне помогут, вам можно попытаться. Так, а что если в месяц пять воскресений? Тогда можно проводить хлебопреломление и сократить время проповеди. Что ж, это тоже вариант. Подождите, тут недалеко есть церковь, у которой похожая ситуация. А что если их проповедник иногда будет проповедовать у нас, а наш у них? Тогда с одной и той же проповедью можно выступить два раза. И при этом у нас появляется шанс подружиться, соседская община, и а у проповедников отточить свое мастерство. Вот так к концу дня мы наметили для себя план, который позволял развивать одно из служений силами самих же членов церкви. Но для этого надо было предоставить им соответствующие возможности. В конечном итоге перейти на еженедельное богослужение им успешно удалось, равно как и постепенно воспитать собственных лидеров. Со временем эта церковь могла бы выбрать пресс-витера, которому она обеспечивала бы финансовую поддержку. И это была бы вполне реальная возможность. Однако, заметьте, возможность, а не необходимость. Более того, все те, кто в этой общине сформировался как лидер, проповедник, могли бы войти в команду основателей другой церкви. Помните, что делал Павел? Формировал жнецов из жатвы. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект «Молитва и финансы». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com. Во время организации церкви на севере Мюнхена, а о том, как развивалась церковь в этом городе, я более подробно расскажу немного позже. Так вот, когда мы основывали церковь в северной части Мюнхена, дочернюю церковь крупной церкви в центре города, откуда для организации новой церкви отправилось примерно 30 человек, у нас было огромное желание основать в городе как можно больше общин. И готовить для этого служения нужно своих же прихожан, которые возьмутся за дело, по крайней мере, на начальном его этапе. Именно такие служители возглавили нашу первую дочернюю церковь на севере Мюнхена. Получилось так, что за городом жил один христианин, вокруг которого собралась небольшая группа верующих. Кстати, он уже самостоятельно организовал в своем районе евангелизационную группу по изучению Библии, и теперь было решено основать там церковь. Однако я сразу предупредил, что пастором в ней я не буду, а буду в ходе ежемесячных встреч обучать и готовить к этому служению человека из новой общины. Такие же ежемесячные встречи я собирался проводить и с лидерским составом церкви, чтобы оказать им помощь в планировании и подготовке. Несмотря на мое согласие проповедовать в этой церкви раз в месяц, лидеры понимали, что ответственность за формирование и развитие общины все-таки лежит на них. Моя роль – роль помощника и наставника. Надо сказать, что церковь росла, развивалась и в конце концов смогла позволить себе материально поддерживать пастора сначала частично, а через несколько лет полностью. Так со временем в этой общине появился пастор. Но заметьте, в результате служения местных христиан, если бы этот проект откладывали до появления дипломированного основателя церкви, как знать, возможно, церковь на севере Мюнхена так и осталась бы в планах. Вот почему поощрение инициативы местных христиан, обеспечение им надлежащей подготовки и возможности проявлять себя в служении, развивая свои дары и тем самым созидая общину, является ключевым принципом, на котором, собственно, и зиждется апостольская модель основания церквей. В книге Джорджа Петерсона «Перспективы всемирного христианского движения» есть небольшая глава, в которой автор описывает свое служение в Гондурасе, где он трудился около 20 лет. Так вот, за это время с помощью вышеописанного подхода им удалось организовать порядка 100 домашних общин. Вся система как раз-таки и была основана на подготовке к служению, поощрению инициативы и развитию лидерских качеств у местных христиан. В своей книге «Движение по основанию церквей» Дэвид Гаррисон пишет об этом так. «Основатель может помочь в организации первой общины, которая и положит начало движению. Однако эту функцию следует как можно быстрее передать членам вновь организованной церкви, оставив себе роль наставника и консультанта. Это одно из необходимых условий для активного развития движения по организации церквей. Служением занимаются сами члены общины, а основатель лишь передает им необходимые для этого навыки и знания и выступает в роли координатора. Организацией церквей на Филиппинах занимался Том Стефан, который спустя несколько лет написал книгу под названием «Передавая эстафету». Ее лейтмотивом служит мысль о том, что приступать к реализации проекта основатель церкви должен уже с намерением побыстрее из него выйти. Причем не путем скорейшего достижения финансовой независимости и приглашения в церковь дипломированного пастора, а путем формирования лидеров из числа местных христиан. Он видел, как чаще всего миссионер-основатель на долгие годы становился пастором, созданной им общины, которая эти долгие годы оставалась от него зависимой. Поэтому Том Стефан предпринял иной подход, который я описал в своей книге. И еще несколько примеров, на которые мы ссылаемся. Ссылаемся в нашей книге. Один из них из Индии. Он заимствован из одного из непериодических изданий. В 1992 году миссионеры начали служение в индийском штате Утар-Прадеш. Первоначально они воспользовались старой моделью. Речь уточню об индийских миссионерах. Основатель жил в том городе, где планировалась церковь, проводил служения и встречи в своем доме. Результат выразился в том, что через 10 лет в 10 церквях насчитывалось порядка 700 христиан. Неплохо, я бы сказал. Однако в 2002 году было принято решение применить новую стратегию, отражающую скорее апостольскую модель. В первый год основатель планировал проведение собраний в 10 разных поселках. 10 поселков в первый же год. Далее он должен был подготовить лидера для каждой из формированных групп и делегировать ему свои полномочия и обязанности. После этого миссионер выбирает еще 10 поселков и повторяет ту же модель, ключевым моментом в которой служат обучение и подготовка местных лидеров. В итоге количество христианских групп за первый год выросло с 65 до 130, а общее число христиан до полутора тысяч человек. Таким образом, новый подход позволил за 12 месяцев улучшить результат 10 предыдущих лет более чем в два раза. Конечно, возникают вопросы типа, насколько стабильными оказались эти общины, насколько реалистичен такой подход. И здесь опять-таки, обращаясь к примеру апостола Павла, мы понимаем, что он не предал забвению те общины, которые основал, но продолжал укреплять их через таких служителей, как Аполлос, а также через послание, наставляя в истине, увещевая, исправляя, когда это было необходимо. К слову, ни одна из этих общин не была безупречной. Разве кому-то хочется получить в итоге, скажем, Каринфскую церковь со всеми ее проблемами? И все же Павел не отступал от своей стратегии, потому что в долгосрочной перспективе она приносила более обильный плод как в плане благовестия, так и в плане формирования новых служителей и новых церквей. Примеров этому великое множество. Кто-то скажет, ну, может быть, такой подход хорош для Филиппин или Гондураса, или Индии, но насколько эффективен он будет там, где дружусь я? Возможно, в вашем случае он не даст столь быстрого эффекта, как в других странах. Однако я считаю, что даже если плод его проявится не сразу, принцип воспитания служителей на местах – это ключ к формированию здоровой общины и, несмотря на более медленный темп, общины, способные к воспроизводству. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok